Здравствуйте! В эфире Тобольская панорама и обзор самых интересных событий из духовной столицы Сибири за прошедшую неделю. Обсуждать и анализировать сегодня с вами буду я, Анастасия Терехова. Далее, коротко о самом главном. Династии в бизнесе. Тоболики первыми вошли в реестр семейных предпринимателей. Первый визит. Тобольск посетил министр энергетики России. Безопасность в литературе. Как уберечь талант от хейта. Проба пера. Без малого года в Тобольске действует Совет молодых литераторов. Здесь принимают тех, кто только начинает писать прозу и поэзию. Как безопасно войти в литературу и вырасти от первой строчки до публикации, обсудим с Мариной Никогосян, руководителем Совета молодых литераторов города Тобольска. А пока топ-5 событий этой недели. В Тюменской области создали реестр семейных предпринимателей. Первые свидетельства о регистрации в нем получили представители малого и среднего бизнеса Тобольска в ходе деловой встречи, приуроченной ко дню семьи, любви и верности. Во дворце наместника собрались династии, которые уже не одно десятилетие укрепляют экономику города. В реестр семейных предпринимателей Тюменской области вошли и сельхозпроизводители Тобольского района. Тобольск с рабочим визитом посетил министр энергетики России Сергей Цивилев. Прежде всего, он побывал на заводе «Запсибнефтехим» – крупнейшем в нашей стране комплексе глубокой переработки углеводородного сырья. Еще один важный пункт программы визита министра – областная ярмарка трудоустройства для участников специальной военной операции и членов их семей. Эта возможность напрямую встретиться с потенциальными работодателями. Состоялся 15-й юбилейный фестиваль «Лето в Тобольском Кремле». Музыкальная неделя развернулась с 6 по 12 июля в древней столице Сибири. Для концертов выбрали несколько знаковых локаций – сад Ермака, храм Захарии и Елизаветы, тюремный замок, Софийский собор. У Кафедрального собора прошел самый зрелищный за годы существования фестиваля «Концерт», который шел в прямом эфире телеканала «Культура». Зрителей погрузили в историю Тобольска не только с помощью музыки и вокала, но и светового шоу. За летний сезон в Тобольске благоустроят несколько городских территорий. По просьбе жителей в 7-м А микрорайоне появятся дополнительные парковочные места. А на улице Доронина еще одна детская площадка. Масштабные преобразования в 9-м микрорайоне. Там расширяют сеть тротуаров, зоны парковки, обновляют проезды, уличное освещение с учетом энергоэффективности. Тобольским ветеринарам пришлось оказывать помощь уникальному пациенту. Травмированного зайчонка обнаружили в одном из дачных кооперативов и привезли в клинику. Лапку сохранить не удалось, теперь зайчонку с инвалидностью ищут дом. Ведь в клинике нередко попадают птицы, еноты, лисы. Если дикие пациенты способны выжить в природе, их после всех процедур отпускают на волю. И теперь главной теме выпуска. Наш гость сегодня Марина Никогосян, руководитель Совета молодых литераторов города Тобольска. Марина, добрый день. Добрый день. Марина, но сразу вопрос, наверное, что такое вообще Совет молодых литераторов? Откуда он взялся и, главное, зачем? Ну вот что это? Кого объединяет? Совет молодых литераторов – это дочернее предприятие от Союза писателей России. Совет молодых литераторов объединяет 36 регионов в России. И это начинающие молодые авторы, которые в своем городе проявляют активность. Это такая площадка, кузница таланта, где ты можешь прийти, принести свои рукописи, наработки, какого бы они ни были уровня. И получить можешь обратную связь. Научиться воспринимать какие-то критические замечания. И вообще получить эту критику. Конечно. Мы учимся обсуждать тексты друг друга, находить точки роста. Вообще, в принципе, узнать, что такое литературный процесс, из каких он состоит составляющих. Как прийти, например, к мечте любого автора публикации. Сначала в альманахе, сборнике, может быть, в каком-то периодическом издании. А потом дойти до авторской публикации книги или сборника стихов, например. То есть там очень много на самом деле процессов, которые для молодого начинающего автора всегда остаются где-то за завесой. Этому не учат в школе. Это возможно найти только в таком узконаправленном сообществе. И так как это творческий союз, то он всегда очень интересен. Там собираются такие неординарные личности. Молодые литераторы, вот сразу вопрос, это молодые по возрасту или молодые те, кто первые строки только на лист положил, а это можно в любом возрасте сделать. Мне очень нравится, что в Совете молодых литераторов самой политики нет каких-то таких жестких ограничений, которые резали бы крылья. Молодые 25, да? Да, да, да. Она условная, эта граница, конечно же, есть, потому что мы живем в стране, где все должно быть как-то упорядочено, документально и так далее. Но на самом деле, если человеку 28 лет, а он написал первое стихотворение, он молодой литератор. Он делает первые шаги в литературе. А если ему 58, он написал? А если ему 58, он написал. Именно поэтому через полгода существования Совета молодых литераторов появилось еще литературное объединение литера внутри этой структуры, которая в свою очередь разъединилась на две части. То есть это совсем юные ребята, это обычно старшеклассники, хотя у нас есть вообще 9-летняя звезда. У нас есть старшеклассники, работающая молодежь, да, ребята там до, опять же, 35, но вообще младше они все. И есть старшие звено, мы их называем мастера. Это те люди, которые уже делают либо не первые шаги, либо просто возраст у них старше. Можно ли научиться? Можно ли научить? Вот это же творчество, это такое какое-то маленькое чудо, творение. Вот можно ли этому научить? Или как-то просто можно усовершенствоваться, улучшить, задать направление? Вот ваша цель какая? Выпистывать прям поэтов? Ну, провокация удалась. Замечательно. Ну, на самом деле здесь с разных сторон можно на этот процесс смотреть. И, ну, именно в работе с молодежью я смотрю вот с какой стороны. Прежде чем художник нарисует шедевр, он должен овладеть всем арсеналом инструментов, материалов, изучить все типы бумаги, техники, натюрморт, пейзаж там и так далее. То есть он ставит руку, он приучает свои глаза видеть там пропорции. То есть это большая работа. И из него может получиться гениальный художник? Может. А может не получиться. Может быть просто он для себя будет рисовать. Либо он станет хорошим педагогом, да. Либо он просто реализует свой потенциал и будет счастлив от этого. Будет дарить на день рождения картины, семье и все. То есть мы же не знаем, что. Но если вот этой базы не будет, если человек не умеет работать со словом, если он не понимает, что такое рифма, размер, ударение, какие-то элементарные основания, основные понятия, то, конечно, ему сложнее будет. Даже если у него есть талант, он прям алмаз, да, в литературе, он просто будет очень много времени тратить в холостую, в пустую. И вот искать на ощупь, да. Да, на ощупь получать пощечины, потому что люди вокруг бывают разные. Они могут крепко тебя там на место поставить, да, там, посмотри, у тебя там ударение где. И все. И кто-то готов это воспринять спокойно, да. Сейчас очень развито направление безопасности в литературе, прям обучают молодежь. Такое понятие, прям безопасность литературы. Да, есть у Нины Александровны Ягодинцевой, это в Челябинске возглавляет она институт, проводит обучение, литературные курсы, литературное мастерство. Вот я дважды уже закончила этот курс у нее, потому что гениальный педагог. Вот от нее очень много я взяла, конечно, в работу. Очень благодарна этому человеку. И она, у нее есть прям целый курс безопасности в литературе. Она обучает, как войти и не сгореть вообще там. И выйти. Не саморазрушиться, да. Как научиться воспринимать замечания. От каких, как, у меня сейчас очень цифровизированная литература в том числе. Хейт активно летит со всех сторон, что бы ты ни делал собственного литерата. Даже если ты ничего не делаешь. Ты о своем опыте рассказываешь, вот у тебя же тоже все, ты же все это тоже проходила. И вот эти, ну, пощечины. И этап писания там в стол где-то. И вот сейчас мы видим на столе твой первый сборник, твоя первая настоящая книга. Стихи начала писать с пяти лет. И первое вообще мое заявление о себе как о поэте было, когда я писала, читала бабушке стихи Пушкина, выдавая их за свое. Началось все вот так весело. Конечно, писала там детские какие-то смешные рифмовки. И в подростковом возрасте там самый бум, когда ты пишешь там и ночами, и днями. И этого всего очень много. Но когда я поступила в институт на филфак, первая была попытка поделиться творчеством, получить оценку знающего, опытного педагога. Это было очень сложно для меня в то время решиться, подойти, попросить, отдать эту рукопись, мучиться, ждать вердикта какого-то, как будто от него зависит вообще все на свете. И тогда я получила обратную связь в виде одного слова, которое звучало сыровато. И вот с этим сыровато я прожила очень много лет. Я не любила показывать, рассказывать, только очень маленький круг людей знал, что я пишу стихи. Критиком была моя мама только, которая говорила, ну вот здесь вот как будто бы слово немножко не то. И все. То есть было очень сложно, пока я не познакомилась волей судьбы с курсом развития потенциала. Технологии развития потенциала. Это Московский институт идеал-методоточий. И у нас здесь была небольшая группа в Тобольске. Татьяна Сергеевна Ульянова проводила этот курс. И тогда я поняла, что здесь дело-то вообще как бы в начале самом не про литературу, а про меня, насколько я доверяю миру, насколько я вообще готова открыться, довериться, насколько я уверена в себе, насколько я ощущаю себя достойным человеком. Там столько всего. Это психология прикладная просто уже. Это больше, наверное, духовно-нравственные такие вещи, фундаментальные, без которых ты не можешь сделать хорошо и правильно. Я очень благодарна этому курсу. Тогда я сделала первые шаги. Вот как раз таки с подачи Татьяны Сергеевны родился первый сборник. Это второй. Но он был сам издат и среди близких разошелся. Тогда я хотя бы узнала, что, блин, это можно делать. Вот так брать, делиться и получать какую-то обратную связь, и анализировать ее, и что-то переписывать, расти, редактировать. Как к вам попасть тем, кто сейчас что-то пишет в стол или, может быть, публикуется, но хочет тоже послушать критику? Как к вам присоединиться? Только цель не послушать критику. Кто сейчас услышит, послушать, получить критику, и никто не пойдет. Попасть хорошо в круг друзей. Попасть в круг друзей и любителей литературы. Все очень просто. Мы сейчас живем в век цифровых технологий. Открывайте ВКонтакте, набирайте в поисковой строке «СМЛ Тобольск». Попадайте на нашу страничку, и там пишутся все анонсы встреч. Можно взять и прийти на любую встречу. На любую встречу можно взять и прийти, познакомиться. Никаких обязательств за собой это не несет. Ты можешь просто послушать, прийти. Ты можешь активно включиться в деятельность. То есть это такое сообщество теплое и доброе. Оно не ставит жестких рамок каких-то. Единственное, наверное, пожелание, чтобы все-таки человек, который собирается, он пришел с чем-то хотя бы в голове, чтобы была какая-то идея. Спасибо за разговоры. Я напоминаю, что у нас в гостях была Марина Никогасян, руководитель Совета молодых литераторов города Тобольска. А что еще интересного происходит на сибирской земле, Тобольская панорама покажет через неделю. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин